Будем разбирать тему базового гардероба и то, какие предметы могут войти в этот базовый гардероб. Сегодня мы на них посмотрим, обсудим с вами и дадим сразу вам с Оксаной определенные советы, на что нужно обратить внимание, когда вы будете самостоятельно осуществлять шоппинг в магазинах нашего города. Базовый гардероб – это рациональный подход к своему внешнему виду и решение вечной женской проблемы нечего надеть. Это когда несколько универсальных вещей дают большое количество комбинаций на разные случаи жизни. Возьмем, к примеру, топ с воротом, он же бадлон, он же водолазка. С одной стороны, этот предмет трендовый, с другой – базовый. Вы можете носить с джинсами, с брюками классическими, с брюками в стиле спортшик, с современными джинсами баки, со скини, с клешами от бедра, с брюками палаца, с брюками бананами. Конечно, добавьте шорты, поэкспериментируйте с разным кроем юбок. Также оденьте сверху платье, или оденьте сарафан, накиньте жакет, снимите его, поминайте на джемпер, кардиган. Как известно, костюм, состоящий из двух предметов, дает как минимум три комбинации. Собственно, костюм, а также по отдельности низ и верх. Но здесь важно учитывать, что интенсивная эксплуатация изделия требует определенного качества. Эти элементы костюма, когда будете дробить и по-разному интерпретировать, вы же их будете многократно надевать, поэтому такое внимание вы должны уделить качеству изделия. Теперь мы жакет снимаем и показываем сочетание той же самой пары брюк уже с трикотажным пуловером. Для создания непринужденного образа в стиле casual можно сочетать пуловер со свитером. Набросить на плечи или завязать узел – это на ваш вкус. Для тех, кто любит эксперименты, вы можете в ручку поднимать, пропустить один рукав под мышкой и завязать диагональной вязкой. Та же самая сумка, которая у нас уже фигурировала в первом дефиле, сейчас она просто по-другому в виде кросс-боди использована в этом комплекте. И сразу появляются какие-то смелые линии и динамизм в этом образе. Ну и обратите внимание на обувь, мы ее заменили и сразу добавили нотку спортивности, движения такого современного стиля. Укороченные носочки, либо длинные, но слегка проспущенные. Когда вы ходите, сгибаете ногу или присаживаете, штанина поднимается, и эти носки еще более видны, просматриваются, это прям вообще фэшн-фэшн. Фундаментом стиля, вокруг которого мы будем собирать вещи трендового оттенка икроя, станет одежда базовых цветов. Черного, белого, бежевого, коричневого и серого. В данном случае этот комплект показывает нам все эти цвета классического базового гардероба. Темно-синий, бежевая водолазка, серый цвет, черный цвет. Классическая женственная юбка, опять же, актуальная в плесировку, в сочетании с трикотажной водолазкой. И сверху очень женственно дополненно удлиненный шикет. Я его мерила с черным джемпером. Тоже неплохо совсем, тоже рукавчики вот так, но без воротника. Вот так вот лодочкой. Было тоже красиво. С белой футболочкой. Очень неплохо. Жилет по своей структуре и по своей геометрии совпадает с типом фигуры. Поэтому так все красиво. Здесь совпало все. И рост, и выточки. В общем, моя вещь. Оставляем жилет как самостоятельное платье. Подчеркиваем талию ремнем обязательно. И у нас просто женственный, потрясающий, эффектный образ. Добавить футболку или добавить рубашку. Возможно, блузу с шифоновым рукавом. Да, и возможно, даже это может быть фонарик, легкий-легкий рукав. От классического стиля переходим к экспериментам с базовым гардеробом в формате casual. И в данном комплекте мы хотим вам показать, как одно платье можно обыграть в разных стилевых, опять же, направлениях. Подчеркнули нежность молочной водолазкой. Повторили, продублировали светлый цвет сумкой. У нее темные волосы, бледная кожа. Поэтому ей хорошо такой, точно такой же сарафан, немного в других оттенках, сочетать с яркой водолазкой. Мы здесь использовали не белую, а красную. И поддержка эта красного цвета, вы ее видите в сумке и в отделке обуви. Надела бы с футболкой, с какой-нибудь, тоже красной, какой-нибудь яркой, чтобы она выделялась. Надела бы с рубашкой, у которой рукава вот такие, фонарики. Почему не страшно использовать дополнительный объем в рукавах, как хочет Даша? Потому что это сарафан. Это сарафан, и у него основная тяжесть, она внизу приходится. И чтобы пропорции, вот это сложный крой внизу, можно уравновесить и смело использовать какие-то элементы фонариков в блузках. Можно попробовать использовать какие-то плотные, яркие колготы. И это сейчас тоже модно, и с этим тоже можно поэкспериментировать. Вот так проходят практические занятия участниц проекта «Модель Икс». Ну а мы предлагаем познакомиться с девушками поближе. Я мама 18-летнего сына и предприниматель. По профессии я психолог, но занимаюсь страхованием и туризмом. Я программист по профессии, работаю в клинике, сопровождаю программы. На данный момент я учусь в школе, в 10-м классе. По профессии кондитер. В данный момент я нахожусь дома, я дома хозяйка, занимаюсь семьей. Уже 20 лет я являюсь директором компании «Бегранта». Мне 15 лет, я учусь в школе, в 9-м классе. Партнер проекта «Модель Икс» – бутик итальянской одежды «Болеро». Хорошее итальянское качество одежды. Это бессмертные ткани, так как это натуральный состав. Шовчик к шовчику, хорошо обработанные швы, идеально точеная лекала. Те, кто попробовал итальянскую одежду, уже навряд ли опять-таки смогут эту одежду променять на что-то другое. Я от всей души всем рекомендую, кто не был в гостях «Болеро». Заходите в гости, помиряйте, потрогайте и полюбите эту одежду так же, как мы все. Бутик итальянской одежды «Болеро», улица Энгельса, 59. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok